Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас всё ещё пока 5 ноября 2022 года, суббота. Вечер, поздний вечер. Местное время 23 часа 14 минут, Киевское 14 минут после полуночи и Московская часа 14 минут 6 ноября, по сути дела, в Украине и на России уже воскресенье. Ну, а у меня всё ещё суббота. Итак, сегодня я продолжаю чтение глав из книги Сергея Леонидовича Вальдгарда. Это психолог. Книга редкая, хотя в 1926 году была издана, в общем-то, относительно большим тиражом для того времени. Не пять тысяч экземпляров, но малоцитируемая, малоизвестная и непереиздаваемая. Хотя напрасно, напрасно. Работа интересная. Вот. Она, конечно, не содержит в себе, значит, там, порнографических элементов, как некоторые надеются на это. Но она очень и очень полезна в том плане, что она поможет правильно организовать свою половую жизнь. И не только половую, но и брачную жизнь. Вот. Почему? Потому что там высказываются оригинальные, в общем-то, идеи. Вот. Оригинальные в том, что они редко высказываются. Но если вы будете внимательно слушать, вы увидите, что вы это всё, обо всём это знали, испытали. Вот. И не один раз. Но просто не придавали этому какого-то большого значения. А вот психолог Вальдгард, он это всё, скажем так, объединил, дал объяснение и создал целую такую стройную систему. Так вот, значит, книга эта называется «О психологии половой жизни». Издана в 1926 году в государственном издательстве «Москва-Ленинград». Ну, а сегодня пятую я главу буду, начну зачитывать под названием «Осложнение половых отношений». Под глава называется «Нежность». Нежность. Вот такая интересная под глава. Итак, пятая глава – «Большая осложнение половых отношений». Нежность. Основным и общим механизмом всякого отношения любви мы признали перенос на объект и закрепление на нём положительной гедонической реакции. Удовольствие. Однако в социальной форме любви человека к человеку и, в частности, в любви к половому объекту, к этому основному механизму присоединяются и другие добавочные, вторичные или второстепенные элементы. Из них мы прежде всего остановимся на нежности, которую маг Даугол, давший прекрасный, хотя и не вполне правильный анализ этой реакции, ошибочно считает основным элементом любви. Реакция нежности первичная является проявлением материнского инстинкта по отношению к детёнышу, и лишь отсюда она перенесена и на другие отношения. Я определяю нежность как реакцию бережного обращения. Она проявляется в нежном, ласковом, бережном обращении, первично с хрупким, слабым, нежным детёнышем, и здесь она биологически чрезвычайно полезна. С нежностью как реакцией бережного обращения очень тесно соприкасается реакция ласки, первичная реакция ласка детёныша. Ласки проявляются в особых, ласковых прикосновениях, глажении, лизании, у человека в поцелуях, также в интонации голоса и в словах. Эти ласки являются как бы особым видоизменением нежного бережного обращения. Здесь устанавливается как бы известный контакт между ласкающим и ласкаемым, первично между матерью и ребёнком, но вполне аналогично действует нежность и между взрослыми, и, в частности, половой жизнью. При этом ребёнок воспринимает ласки как признак присутствия матери, её нежных забот и удовлетворения его нужд, а потому ласки матери действуют на него успокаивающе и удовлетворяюще, и вызывает к носителю ласк, то есть к матери, положительную гедоническую реакцию, то есть реакцию удовольствия, содействующую образованию к ней ответной любви. Последнее всецело относится и к нежности в половой жизни. Врождённым возбудителем реакции нежности является всё маленькое, хрупкое, слабое, беспомощное, беззащитное. Это для нас очень важно. В поведении матери опыт закрепляет детёныша, сложный объект, обладающий этими простыми качествами, как условного возбудителя реакции. Вообще же реакция нежности вызывает те объекты, которые обладают перечисленными качествами, например, маленькие животные, даже маленькие хрупкие, неодушевлённые предметы, но в особенности дети. В общесоциальных взаимоотношениях между людьми нежность гораздо чаще и интенсивно проявляется у женщин, нежели у мужчин нежность, как бы более присуща женщине. Трудно сказать, в какой мере она является врождённой чертой женской конституции, находящейся в связи с материнством и являющейся, как бы, расширением этого материнства. Такая врождённость, вероятно, лежит в основе женской нежности, но, вероятно, также, что здесь играет роль и социально-экономические факторы, сузившие женщину на материнстве и способствовавшие ещё большему усилению её природной нежности. Однако нежность проявляется и у мужчин, и не только к своему ребёнку, но и к чужим детям. Если любовь возможна и без нежности, например, у мужчин, то всё же она в значительной мере предрасполагает к нежности, и последняя гораздо легче может проявиться к любимому человеку, чем к какому-либо другому. Ведь мы видели, что любовь есть доброжелательное отношение и поведение любящего направлено к обеспечению и благополучию любимому объекту. А так как нежность проявляется в хорошем, бережном обращении с объектом, то она этим содействует его благополучию, поэтому она легко и присоединяется к любви. И если любовь мужчин, не половая, и бывает без элемента нежности, то в женской любви этот элемент нежности обычно очень силён, что хорошо заметно между девушками, подругами. В половых отношениях нежность играет большую роль как в любви женщины, так и в любви мужчины. И здесь бережное, нежное обращение содействует благополучию объекта половой любви, что для любящего очень важно. Кроме того, это нежное, ласковое обращение доставляет объекту удовольствие, а так как источником этого удовольствия является любящий, то это способствует образованию к нему ответной любви. А как мы скоро увидим, потребность в такой ответной, взаимной любви играет в половой жизни очень большую роль. Нежность и половой в половой любви мужчины к женщине имеет ту характерную черту, что женщине даются всякие уменьшительные, ласкательные имена, и вообще отношение мужчины к женщине принимает характер отношения к чему-то маленькому, слабому, хрупкому и нежному. Половой нежности женщины к мужчине эта черта проявляется гораздо меньше или даже отсутствует вовсе. Каковы причины этого различия? Вопрос. Прежде всего отметим, что здесь играет роль известное объективно существующее различие физической силе, предрасполагающее мужчину относиться к женщине как к слабому полу и наоборот, препятствующее такому отношению женщине к мужчине. Но главная причина, разумеется, не в этом. Здесь гораздо важнее не физическая сила, а сила социально-экономическая, длившаяся многие тысячелетия, социально-экономическое неравенство полов, обездоленность женщин и господство мужчин выработали покровительствующее отношение мужчины к женщине как к чему-то меньшему, слабейшему, нуждающемуся в защите и бережном обращении, отсюда мужской половой нежности, и возникло это отношение к женщине как к чему-то слабому, хрупкому, маленькому. Напротив, в женской половой нежности к мужчине этот элемент подавлялся теми же причинами социально-экономического неравенства, вырабатывавшими в женщине отношение к мужчине как к сильному защитнику и покровителю. Однако, наравне с этими социально-экономическими причинами и в дополнение к ним нельзя не видеть и другой причины этого различия мужской и женской половой нежности, лежащей в самой природе нервно-психических аппаратов. Как мы видели, в связи с материнством нежность гораздо более присуща женской конституции нежели мужской. У мужчин в их неполовых отношениях нежность проявляется лишь к объектам носителям нормальных возбудителей реакции. Например, к маленькому и хрупкому ребенку у женщин она может проявляться и без этого, то есть к взрослым и сильным людям. У женщин нервный механизм реакции нежности более активен, более готов к деятельности и скорее и легче переходит в деятельное состояние, поэтому он может действовать и без своего нормального возбудителя. У мужчин же нервный механизм реакции нежности менее активен, труднее переходит в деятельное состояние и потому для своего действия он более нуждается в своем нормальном возбудителе хрупкости, маленькой величине и только ими он обычно и активируется, то есть приводится в действие. Однако женщина как половой объект лишь в очень незначительности степени и с большой натяжкой удовлетворяет этим требованиям к нормальному возбудителю реакции нежности. В то же время в силу вышеописанных социально-экономических и других причин половой любви мужчины к женщине всегда содержится интенсивная реакция нежного бережного обращения. Но так как с одной стороны механизм этой реакции для своего действия нуждается в своем нормальном возбудителе, а с другой стороны этот возбудитель имеется в недостаточной степени, то получается как бы обратное привлечение или обратное вызывание нормального возбудителя. Не возбудитель вызывает реакцию как нормально, а наоборот реакция для своего существования, для своего поддержания, образно говоря, для своего оправдания вызывает свой нормальный возбудитель. В объективной действительности последнее разумеется невозможно, но качество слабости, хрупкости и небольшой величины приписывается объекту, а именно женщине, вопреки объективной действительности, или вернее усиливая объективно существующие качества. у женщин же нежность может проявляться и без своего нормального возбудителя, и потому в их половой нежности к мужчине этого обратного вызывания возбудителя не наблюдается или наблюдается в гораздо меньшей степени. Ну вот такая вот главка в большой главе осложнения половых отношений под названием «Нежность». На этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой подглавы, прощаюсь с вами, благодарю всех своих потенциальных слушателей за проявляемый им интерес к чтениям и прощаюсь с вами до следующего встречи здесь на ютубе на канале доктора Джорджа Горбатого. Спасибо и до свидания.